Сегодня же в день рождения Александра Сергеевича Пушкина в Чебоксарах начал работу второй всероссийский фестиваль многонациональной поэзии «Радуга над Волгой» или «Адала Замаджи». Творческие встречи, презентации, книг, поэтические перформансы, выступления известных поэтов из разных уголков страны. С подробностями фестиваля наш корреспондент Ольга Алексеева. Поэты из Москвы, Мордовии, Татарстана, Чечни, Астрахани и других уголков страны встретились впервые, но чувствовали себя на фестивале как в кругу друзей. Татьяна Макшанова, поэт-переводчик из Мордовии, познакомила с творчеством нашей землячки, поэтессы из Комсомольского района республики Светланы Гордеевой на ирзянском языке. Татьяна работает в детском журнале в Саранске. Он издается с 1931 года. В прошлом году мы печатали в нашем журнале новочебоксарского поэта Левтину Карачкову, ее детские стихи. Вот такой разворот, две страницы. А в этом году в нашем журнале выйдет Светлана Гордеева с ее детскими стихами и с ее же рисунками. Инна Ядрова на фестиваль приехала по приглашению. Мне очень здесь понравилось. Такого рода мероприятия они объединяют, развивают поэзию, сплачивают поэтов, заставляют писать новые стихотворения, поэмы и так далее. Вот производится обмен опытом между поэтами. Фестиваль многонациональной поэзии в Чебоксарах продлится два дня. Заключительным аккордом станет музыкально-поэтический вечер «Поэзия на Волге». На московской набережной в поэтическом батле сойдутся молодые чебоксарские поэты. И уже завтра, 7 июня, в Национальной библиотеке будет организован мастер-класс поэтического перевода. Все участники фестиваля должны будут одновременно перевести с чувашского на русский язык произведения чувашских поэтов Михаила Сейспеля и Геннадия Айги. Лучшие варианты войдут в печатный сборник чувашской литературы по-русски. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Борис Андреев, Республика.